Впервые коронавирус обнаружили в 1930-х годах у домашних птиц. У животных вызывало неврологические, желудочно-кишечные, респираторные и печёночные заболевания. Вспышка коронавирусной инфекции стала 18-й пандемией в истории человечества. Первой пандемией считается истианская чума в 11-12 веках, охватившая весь цивилизованный мир и унёсшая до 100 миллионов жизней. В середине 14 века пандемия чумы, известная как Чёрная смерть, началась в Китае и попала в Европу, погибли до 34 миллионов человек. С начала 19 века по настоящее время зафиксировано 7 пандемий холеры. Для России самой смертоносной из них стала третья, которая произошла в 1850-х годах и погубила миллион человек. В 1918-1919 годах мир охватила пандемия испанского гриппа, заразились 550 миллионов человек, погибли по разным данным от 50 до 100 миллионов. В 1957 году была пандемия азиатского гриппа, 1968-го гонконгского гриппа. В 2002-2003 годах в ряде стран Юго-Восточной Азии распространилась атипичная пневмония. По данным ВОЗ, за это время в 30 странах мира было зарегистрировано 8 436 случаев заболевания в САРС, более чем 900 умерших. В 2003-2005 годах вирус H5N1 вызвал сильнейшую в истории вспышку птичьего мора. По данным ВОЗ, с 2003 года вирусом H5N1 заразились 389 человек в 15 странах мира. 246 случаев привели к летальному исходу. В 2009-2010 годах произошла пандемия вируса H1N1, также известного как свиной грипп. Она началась в Мексике и затем охватила весь мир. Заболели более 220 тысяч человек, умерли более 2 тысяч. В России было 1900 зараженных и 14 умерших. В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии, неизвестном происхождении в городе Ухань. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии нового коронавируса. В 1580 году впервые задокументировали масштабную пандемию гриппа. К тому времени болезнь была безымянной. И только в 16 веке в Италии ей наконец дали название инфлюенция. Астрологи в Италии считали, что во всем виновата особое расположение звезд и луны. Слово инфлюенция в переводе с итальянского языка как раз и означает влияние, воздействие. А вот педантичные немцы обратили внимание, что болезнь приходит зимой и предположили, что во всем виноваты моченые яблоки и соленая рыба, основная зимняя пища. Общее же мнение гласило на все воля Божья. Считалось, что эпидемия – наказание за грехи и можно только молить Бога, чтобы болезнь обошлась стороной. Впрочем, такая профилактика была не слишком действенной. Уникальный мир вирусов был открыт Ивановским в 1892 году, а к 1920 уже стали известны возбудители ряда вирусных болезней человека. В 1931-1932 годах ученый-ветеринар Шоуп изолировал вирус гриппа свиней, который ретроспективно связали с пандемией испанки. В 1933 году Смит, Эндрюс и Лайдау изолировали вирус гриппа человека, который в 1947 году был обозначен как вариант этого возбудителя. К этому времени стало очевидно, что возбудители гриппа – несколько типов. Размеры вирусов Вирусы демонстрируют огромное разнообразие форм и размеров. Большинство изученных вирусов имеют диаметр в пределах от 20 до 300 нанометров. COVID-19 относится к мелким вирусам, его диаметр составляет 70-90 нанометров. Наименьший размер имеет вирус ящера 10-12, а наибольший – корь 150 нанометров и вирус оспы до 350 нанометров. Строение коронавируса COVID-19 Спайк гликопротеин С Спайковый булавообразный белок С, образующий корону вируса и обеспечивающий ему вход в клетку. К белку С после синтеза присоединяются молекулы углеводов, поэтому более правильно называть его гликопротеином. М-протеин – белок оболочки М, структурирующий липидную оболочку вируса. Гемоглютин эстераза – гемоглютин эстераза, которая есть у некоторых коронавирусов и которая, как и С, помогает вирусу проникать в клетку. Энвелоп – мембранная оболочка. РНА и Н-протеин – РНК вируса и связанный с ней белок Н-протеин Е. Белок оболочки Е. Различия возбудителей COVID-19 и гриппа Распространение. При COVID-19 вирусовыделение может возникать за 24-48 часов до возникновения симптомов. При гриппе в течение первых 3-5 дней болезни. Количество лиц, которых может заразить один больной. При COVID-19 цифра находится в диапазоне от 2 до 2,5. При гриппе один больной может заразить до 5 человек. Пациенты группы риска. В случае COVID-19, согласно текущему пониманию заболевания, факторами риска тяжелого течения является пожилой возраст и наличие фоновых заболеваний. При гриппе дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с фоновыми заболеваниями и иммунокомпрометированные лица. Смертность. При COVID-19 колеблется в пределах от 3 до 4%. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%. По имеющимся сведениям, 80% случаев COVID-19 характеризуются легким или бессимптомным течением. 15% – тяжелым течением, при котором требуется оксигенотерапия. А в 5% случаев заболевание принимает крайне тяжелый характер и требует искусственную вентиляцию легких. Доли случаев тяжелого и крайне тяжелого течения заболевания выше, чем при гриппе. Клинические симптомы коронавируса. Повышенная температура тела, сухой кашель, утомляемость. Боль в горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, потери обоняния и вкусовых ощущений, сыпь на коже или депигментация ногтей на руках и ногах. Симптомы тяжелой формы заболевания. Затрудненное дыхание или одышка. Ощущение сдавленности или боль в грудной клетке. Нарушение речи или двигательных функций. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok